Освобождение Идлиба, возвращение беженцев и обмен пленными. Острые вопросы по сирийскому урегулированию обсуждали участники 10-й международной встречи в астанинском формате. Накануне она завершилась в Сочи. Помимо стран-гарантов перемирия, участие в ней принимали представители правительства Арабской Республики, оппозиции, а также ООН и Ордании. Дана Нуржан продолжит. Россия, Турция и Иран выступили с призывом увеличить гуманитарное содействие Сирии, а также оказать помощь в разминировании территорий и восстановлении экономической и социальной инфраструктуры страны, тем самым создать условия для безопасного возвращения беженцев. Стороны выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран. Стороны будут продолжать совместные усилия для продвижения процесса политического урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, с целью создать условия, способствующие скорейшему запуску работы Конституционного комитета в Женеве. Глава делегации правительства Сирии Башар Аль-Джафари заявил, что Сирия считает плодотворным 10-й раунд астанинского процесса. Участники переговоров обсудили вопрос возвращения контроля над Идлибом. Он пока остаётся единственным крупным оплотом террористических группировок в Сирии. Согласно договорённостям, достигнутым в рамках астанинского процесса, зоны деэскалации действуют временно и по взаимному согласию сторон. При этом период действия зон деэскалации не может быть продлён без согласия официального сирийского правительства. В сирийской оппозиции отметила прогресс в решении острых вопросов, в первую очередь по обмену пленными. Глава делегации Ахмед Тома подчеркнул, что на встрече в астанинском формате важные темы обсуждались открыто и подробно. В первую очередь это проблема Идлиба. Отмечу, что предпринимаются меры по снижению напряжённости в зоне деэскалации Идлиб и процесс идёт неплохо. Хотим, чтобы в будущем она превратилась в зону полного прекращения огня. Также для нас важна тема заключённых, ведь среди них наши родственники и друзья. Мы будем максимально прилагать усилия для решения этой проблемы. Следующую встречу по Сирии планируется провести в ноябре этого года. Место её проведения пока не называется. Дана Нужан, Александр Любителев, Россия, Хабар, 24.